Девушки отдыхают Самые наглые ответчики Я в сердцах в скатерти рванула, на пол ее бросила и ушла! Такого вы не видели никогда. Поставьте, пожалуйста, это наглядный пример. Все это в программе «Судебные страсти» с Николаем Бурделовым. Сегодня в программе Как проявляется ваша любовь к вашей мачехе? Это платоническая любовь или это уже физическая любовь? Вы понимаете, о чем я сейчас говорю? Да, Ваша честь. Игорь Алексеев мечтает жениться на своей приемной матери. Для этого ему всего-навсего необходимо аннулировать запись об усыновлении. Молодой человек не понимает, почему его родной отец препятствует настоящей любви. Что же ты так добрал-то? Ну, я его не видел до разговора. Ты видел, что ты брал когда-то? Когда мы менялись-то? Нет, после разговора уже. Беда не приходит одна. Варвара Селина потеряла мужа, а затем смерть унесла ее корову. Нужда заставила Варвару обменять мотоцикл покойного супруга на корову соседа. Но и здесь женщина стала жертвой чудовищного обмана. Что мне другое покупать? У меня нет больше денег. Это очень дорогая собака. У нее питание. Вы замолчите в конце концов или нет? Заботясь о полноценной сексуальной жизни своего кобеля, Лариса Жмаева приобрела специальную игрушку у ветеринара-изобретателя. Все было отлично, но игрушка сломалась, а кобель стал инвалидом. Истец Игорь Алексеев и ответчик Алла Алексеева просят аннулировать усыновление, чтобы вступить в законный брак. Представитель органов опеки и попечительства выступает против заявленных исковых требований и утверждает, что брак будет фиктивным. Слушание дела объявляю открытым. Ваша честь, я прошу аннулировать мое усыновление Алексеевой Аллы Борисовны, моей матерью, по причине того, что я ее люблю и хочу вступить с ней в законные супружеские отношения. Так, истец, как вас зовут? Игорь Константинович Алексеев. Игорь Константинович, а сколько вам лет? Семнадцать. Понятно. А вашей матери? Тридцать семь. И вы хотите, чтобы суд вынес решение об отмене усыновления? Так точно. Значит, я хочу уточнить. Прокурор у нас в зале, да? Я, Ваша честь. Прокурор и органы опеки и попечительства где? Ваша честь. Понятно. Так, значит, меня интересует сначала мнение прокуратуры тогда. Что вы скажете по этому вопросу? Ваша честь, я ходатайствую за передачу дела, материалу дела в прокуратуру по факту совращения Алексеева Аллы Борисовны и несовершенненнего Алексеева Игоря Константиновича. Передайте, пожалуйста, письменное ходатайство суду. Рассмотрев ваше ходатайство, суд считает невозможным его удовлетворение, отказывает вам в удовлетворении ходатайства в связи с тем, что истец достиг 16-летнего возраста. Исту 17 лет. Так, ну, говорите, почему вы хотите отменить усыновление? Ваша честь, я очень сильно люблю... Кого? Аллу Борисовну Алексееву, мою мачеху. Давно вы любите свою мачеху? С того момента, как она оказалась в нашем доме. То есть уже полтора года. Понятно. Скажите мне, пожалуйста, а как проявляется ваша любовь к вашей мачехе? Это платоническая любовь или это уже физическая любовь? Вы понимаете, о чем я сейчас говорю? Да, Ваша честь. Объясните суду. С того момента, как она появилась в нашем доме, в нашей жизни. В общем, с того момента, как отец на ней женился. Это была, наверное, поначалу чисто платоническая любовь. Она сводила с ума своими действиями, вообще своим внешним видом. И с того момента, как я ее увидел, я сразу для себя решил, что я обязательно ее отобью отца. Сделал в фотошопе фотографии, на которых она изображена с любовником. Сделал их сам. Я подсунул их отцу и тем самым развел их. Сколько лет вам было, когда вы такой коварный поступок задумали? Шестнадцать. Полных шестнадцать лет? Да. Тогда ваша мачеха знала о ваших чувствах? Я думаю, нет. Понятно. Но вы подсунули отцу, отец увидел эти фотографии и решил, что жить с женой не хочет. Так точно. Где вы проживали? Мы жили на квартире. Кому квартира принадлежит? Она принадлежала нам с отцом совместно. А мачеха приехала жить? Мы переехали в эту квартиру после того, как отец на ней женился. Понятно. После того, когда отец развелся, где стал жить отец и где стали жить вы? Он оставил нам с Алле, он оставил Алле квартиру. А я уговорил его в том, что я останусь жить с ней по причине того, что мне нужно поступать в ВУЗ, у меня репетитор и вообще переезд на новое место. С ним или с мачехой? С мачехой. С мачехой. Понятно. Так, ну и после этого любовь-то и завязалась, да? Да, после этого она съездила в Тибет, а когда вернулась, то стало еще прекрасней. Но ее странное поведение, как мне казалось странное, хотя сейчас я его понимаю. Она ходила обнаженной по квартире, она оставляла открытую дверь в ванной, когда там было, а приводила мужчин. Это сводило меня совершенно с ума. И я не смог это долго... Одну минуточку. Суд имеет вопрос. Вы первый раз увидели свою мачеху обнаженной в каком возрасте? Сколько вам было лет? Полных? Уже 17. Понятно. Продолжайте. И я не смог это выносить и признался ей в своих чувствах. И какая была реакция? Она мне ответила взаимностью. Поэтому я прошу суд аннулировать мое усыновление, так как, естественно, мать на сыне не может жениться. А что вы хотите, чтобы ответчик, в данном случае ваша мачеха, вышла за вас замуж? Да, ваше честь. Так, ответчик, что вы скажете по этому вопросу? Не кажется ли вам, что ваше поведение безнравственно? Нет, я с иском согласна. И прошу суд удовлетворить этот иск. Потому что я люблю Игоря. Мы, когда купили квартиру, переехали в новый район. И там, ну, чтобы все считали, что это мой сын. Значит, в школе учителя, ученики, все нас знают, как будто я его родная мать. Соседи тоже. Поэтому я очень переживаю, что случилось. Это мне тоже очень неприятно. И я хочу, чтобы все знали, что я неродная его мать. И что вы аннулировали. А теперь вам не будет стыдно, что в вашем микрорайоне, где все знают, что вы мать, теперь все узнают, что вы жена. Стыдно-то не будет, а? Я понимаю, стыдно, но я думаю, что мы вместе это все переживем. Пересилим стыд. Пересилим, потому что я его очень люблю. Так, органы опеки. Я должен заслушать ваше мнение. Ваша честь. Значит, вы слышали все, что здесь было сказано. Что вы скажете, пойдемте. Ваша честь, органы опеки и попечительства не видят основания для отмены усыновления. У нас есть сведения, что ответчик Алексеева Алла Борисовна не сожительствует с истцом Алексеевым Игорем. Они просто проживают на совместной площади. Я сейчас поясню вам. Ваша честь. И вот эти все мифы о том, что они хотят зарегистрироваться, это просто их вымысел. На самом деле они состоят в таких отношениях, как мать и сын. И хотят просто суд ввести в заблуждение. И вот именно в своих намерениях, якобы, действительно законы вступить в брак. А зачем им это делать? Нет, мы любим друг друга. У нас есть полные основания. Я хочу пригласить в суд свидетеля, бывшего мужа-ответчика и отца этого молодого человека, Алексеева Константина Павловича. И он пояснит суду всю ситуацию. Понятно. Пригласите, пожалуйста, свидетеля в зал суда. Свидетель, пройдите. Здравствуйте. Здравствуйте. Суду известно, что вы бывший муж-ответчика и отец истца. Да, это правда. Ваша точка зрения и что вам известно? Ну, все, что здесь было сказано, тут полнейший бред. Я хочу сказать следующее. Вы видите, они совершенно разные. Это молодой юнец, как бы не целованный. У него нет никакого опыта жизни, жизненного опыта. Совершенно никакого нет. И эта дамочка в полной противоположности. Ну, они разные совершенно. Образование, общение, даже музыкальные вкусы. Все по-разному. А это разве мешает? Конечно. Ты же не глушишь, Юрий Антонов. Что вам известно о взаимоотношениях вашего сына и вашей бывшей жены? Ваша честь, я думаю, ситуация следующая. Моя супруга хотела бы во всей этой канители поменять паспорт и в результате уменьшить свой возраст на 10 лет. То есть ей будет не 38, а 27. И, соответственно, она не может иметь такого взрослого сына. Но это невозможно. 27 лет в паспорте ей никто не поставит. Фамилию можно заменить, паспорт заменить можно, а возраст останется прежним. Место рождения останется прежним. Я с вами согласен, но женщины у них отсутствует логика. У них вот есть такая цель. То есть вы считаете, что ваша жена хочет отменить усыновление для того, чтобы все окружающие думали, что она значительно моложе? Да, что она значительно моложе. Она пользуется успехом у мужчины, ей нужны мужчины. Да, она постоянно ищет интриги какие-то, приключения. Понятно. Молодой человек, вы слышите, что говорит ваш отец? Я считаю, Ваша честь, то, что это все он выдумал сам из-за обиды, может быть, какой-то зависти, потому что такая женщина как Ало... Да нет, молодой человек, никакой обиды здесь нет. Прежде всего, ваш отец думает о вашем будущем. Ответчик. У нас любовь. Ответчик, вы на самом деле желаете изменить свой возраст в паспорте? Нет, зачем мне изменять? Мы так любим друг друга. Прошу всех встать. Горячие разборки прямо в зале суда. Давай попробуем. Попробуй. Маленькие трагедии из-за больших глупостей. И у нее определили аллергию. Вы извините, пожалуйста, на мою сперму. Якобы она ядовитая. Такого вы не видели никогда. Или мы погибнем в ядерной катастрофе, или зак***им мировую революцию. Все это в программе «Судебные страсти» с Николаем Бурделовым. Объявляется решение суда. Уважаемый истец, усыновление ребенка, которым вы являетесь по закону, может быть отменено в случаях, если усыновители уклоняются от выполнения возложенных на них обязанностей родителей. Злоупотребляют родительскими правами. Жестоко обращаются с усыновленными. Являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией. Таких оснований, как мы видим, нет. Но закон представляет суду право отменять усыновление ребенка и по другим основаниям. Исходя из интересов ребенка и с учетом мнения ребенка. Так вот, учитывая ваше мнение, ребенок, суд в процессе судебного свидания установил, что усыновленный ответчиком истец желает заключить брак с ответчиком. Однако, в соответствии со статьей 14 Семейного кодекса Российской Федерации, не допускается заключение брака между усыновленным и усыновителем. Суд считает данные основания достаточными для отмены усыновления и, соглашаясь с мнением несовершеннолетнего истца, отменяет усыновление. Ваш иск, истец, удовлетворен. Спасибо. Потому что дело окончено. Решение суда. Иск удовлетворить. Далее в программе. Что ты так добрал-то? Ну, я его не видел до разговора. Это уже после разговора. Когда мы менялись-то? Нет, после разговора уже. Олег Чеботарев обменял свою корову на старый мотоцикл одной сельчанки Варвары. Он привел мотоцикл в рабочее состояние. Соседка же за это время подорвала здоровье коровы и теперь требует совершить обратный обмен. Что мне другое покупать? У меня нет больше денег. Это очень дорогая собака. Вы замолчите в конце концов или нет? Заботясь о полноценной сексуальной жизни своего кобеля, Лариса Жмаева приобрела специальную игрушку у ветеринара-изобретателя. Все было отлично, но игрушка сломалась, а кобель стал инвалидом. Если ваш иск не принял ни один суд, не расстраивайтесь. В программе «Судебные страсти» с Николаем Бурделовым вы увидите дело, подобное вашему. Смотрите программу «Судебные страсти» с Николаем Бурделовым. Истец Варвара Селина требует признать договор Мены недействительным. Требует вернуть свое имущество, перешедшее к ответчику. Олег Чеботарев с иском не согласен. Утверждает, что обмен был произведен справедливо. Слушание, дело открыто. Варвара Григорьевна, слушаю вас. Уважаемый суд, я пришла сюда, чтобы вот этот обманщик, который заключил со мной договор... Не надо фантазировать, фантазировать не надо. Пожалуйста, помолчите. Чтобы мы с ним заключили договор, и вот этот договор я очень прошу вас расторгнуть. Договор Мены. И чтобы он мне вернул мое имущество. По каким основаниям нужно расторгнуть договор Мены? Потому что он мне подсунул совсем не то, что мне надо было. Можно я вам расскажу с самого начала? Конечно. Нужно? Нужно. Значит, мы с этим человеком живем в одном селе. К сожалению, да. Но свою беду я в прошлом году потеряла мужа, с которым мы прожили 32 года. В дружбе и согласии. Через месяц буквально у меня умирает корова. И так-то на меня свалилось такие два большие горя. И вот Олег Чеботарев, мой сосед, приходит и говорит, Варвара, давай с тобой поменяемся. На нейтральной полосе мы встретились. Варвара Григорьевна, а вы ответчика знаете много лет? Да, много. Вот всю жизнь мы там в этом селе как живем, так вот. Я замуж там вышла, и так же я его знаю. То есть ответчик знал о ваших бедах, обо всех, да? Конечно, конечно. Он все это знает. Он знает, что я осталась одна. Он приходит и говорит, Варвара, вот ты осталась без коровы. Давай, я тебе, у меня две коровы, давай, говорит, я тебе одну корову отдам, а ты мне взамен мотоцикл, который тебе не нужен. Самую лучшую корову, кстати. Ну, в принципе, подожди. А кого ждать-то? Трамвай нет. Вот, и я, значит, думаю, ну я на мотоцикле-то никогда ездить не буду. И так подумала, подумала, в принципе, зачем он мне нужен. Ну, чтобы все было по-честному, мы с ним поехали в райцентр. Так. И вот к нотариусу пришли. Нотариус сказал, все правильно сделали. Мы с ним договор составили, договор Мены. И, значит, ему досталось по договору мотоцикл мой, а мне досталась корова, его милашка. Вы эту корову до подписания договора видели? Ну, а как же он с двумя коровами ходил? То есть она живет в вашей деревне? Конечно, мы же все вместе в стадо ходим. Они у нас все вместе пасутся. А мне почему я захотела второй корову, понимаете, у меня больше неоткуда ждать, помощи мне неоткуда. И коровы молоко, и сметану, и масло. Потом у нас приезжают в деревню. Понятно. А мотоцикл что из себя представлял? А мотоцикл хороший, на ходу был, дед у меня все время ездил. Ну, просто вот мы давно им не пользовались. А давно это сколько лет, Варвара Григорьевна? Ну, как, ну, лет, наверное, 5-6. 5-6 лет не пользовались мотоциклом? Не пользовались. И не заводили его? Ну, ему же было-то 67 лет, конечно. Когда-то вот мы поедем там на болото за клюквой. Зачем он так нам ездит-то? Мы все время на огороде. С коляской мотоциклом? С коляской, да, с коляской. Понятно. А договор Мена у вас с собой варвара? А как же, вот он. Дайте, пожалуйста, через тристава. Пожалуйста, вам, да. Пожалуйста. Ну, и что вы скажете, ответчик? Вы признаете иск? Ваша честь, ни в коем разе я не признаю. Почему? Ну, веские есть причины на это. В общем, корова моя, это, в общем, образец был. Вот такие только на ВДНХ были раньше в показе. Ой, ладно, на ВДНХ. Молоко, 3,5% жидрости, это не я, а вот брали у меня там постояльцы, значит, и лактометром замирали. То есть хорошая корова? Молоко, да. Ну, а зачем же тогда истец пытается признать договор недействительным? Ну, вы знаете, можно любое дело загубить и довести до ручки. Так что, в общем, будет одни... Одну минуточку, ответчик. А на самом деле, чем вам не понравилась корова-то? Нет, вы понимаете, она сначала-то была хорошая, в нее же не влезешь, правильно? В корову? Она и корову, ну, конечно. Это точно. И когда я ее привела, она там сколько-то молока подавала, а потом все, и не стала давать молоко. Поэтому я из... А мотоцикл ездит, отвечает? А я корову заранее подкунул больную, понимаете? Знаете, это... Корова перестала давать молоко, а мотоцикл перестал ездить. А зачем она мне больная нужна? Я хорошее имущество лишилась, да? А у меня... И получилось ни коровы, ни мотоцикла у меня нет. Вот интересно. А вот как раз произошло... Одну минуточку, а мотоцикл вам нужен? Мотоцикл не нужен. А я бы на другого сменяла, на другую корову, если бы он мне не предложил. У нас же очень многие под две коровы имеют. Но таких больше вы не найдете, обменщиков. Понятно. Итак, вы хотите, чтобы больную корову, отвечик... Да, чтобы он больную забрал. Забрал. Чтобы он мне другую корову отдаст, либо я... Вы считаете, естественно, одну минуточку, Варвара Григорьевна. Вы считаете, что и отвечик ввел вас в заблуждение? Да, абсолютно точно, конечно. Вы настаиваете на том, что отвечику было известно, что корова была больна. Да, да. Понятно. В каком состоянии вы передали мотоцикл отвечику? Ну, он просто пылился, ну сколько... Но все-таки в каком состоянии вы его... Нормальный, нормальный, только без бензина. Варвара Григорьевна, вы не пользовались 5-6 лет. Да. В каком состоянии был мотоцикл? Ну, как он целый, не сломанный, ничего. Как он посмотрел... Когда ответчик забирал мотоцикл, он сразу его завел и уехал на нем? Нет, он его так вез. А как же там в нем бензина не был? Ну, он же механик, он же разбирается. Все ясно, естественно. Ваша позиция понятна. Олег Сергеевич, что произошло? Почему вы не признаете иск? Не признаю, потому что все это произошло наоборот. Корову получили в хорошем состоянии. Вот. Я, правда, видел давно мотоцикл, когда он был в рабочем состоянии. Но когда уже произошел обмен, я взглянул на этот мотоцикл. Это, как говорится, груда металла, металлолома. Я хотел его завести, текстартером крутанул, а у него даже каленвал не прокручивался. Седло уже мыши съели окончательно. Зажавел? Да? Да не только не зажавел. Мыши съели. А что ты так добрал-то? Ну, я его не видел до разговора. Не видел, ты видел, что ты брал, когда вы менялись-то? Не, после разговора уже. И вот, смотрите, какая ситуация получается. Я коровушку даю, как говорится, как в упаковочке с ленточкой. А мотоцикл получаю развалено. А теперь происходит наоборот. Мотоцикл я привел в надлежащий вид. Он ездит, все, покрасил я его. Капремонт сделал там. Ну, все, поршневую, всю ходовую часть поменял, значит. Вот. И вот столько я затратил всего, кроме времени и своего умения. А теперь обмен, опять-таки, получается, мне предлагают, что хорошее я должен отдать в обмен на плохое. А замучили корову, это же не трудно ее замучить. Там это семипалатинский полигон. Их ты какой замучил, и зачем же чеки мне ее мучить? Алексей Сергеевич, а что у вас в руках за чеки-то? Объясните. Это вот чеки, которые я покупал из запчасти для мотоцикла. Вот. Менял бак, бак. Ну, в общем, там все, если пересекать. Понятно. Сколько вы всего израсходовали денег на ремонт мотоцикла? Я две с половиной тысячи израсходовал. Две с половиной тысячи рублей? Да, рублей, да. Всего? Да, это копейки. Передайте, пожалуйста, через приставо. Ну, как же, вы говорите, что мотоцикл был в ужасном состоянии, израсходовали на ремонт всего две с половиной тысячи. Это вначале, а потом еще по мелочи я покупала где-то. Ну, по мелочи, а нет, я копейки. А документы-то на две с половиной тысячи, я вижу? Да. А по мелочи где документы? Ну, по мелочи, там у друзей, у кого-то брал я что-то там, вот свечи там, это, кольцы там, брал, это, вкладыши, это, что же, они же не дают эти, эти самые. Это вам досталось бесплатно, да? Да. Ну, я как это, все равно я расплачивался. Скажите, пожалуйста. Да. Варвара Егорьевна, к вам вопрос. А вот вы, когда корову выбирали, вы у ответчика же две коровы? Да. Вы сами выбрали вот эту милашку? Или как она называется? Нет, нет, это он мне сам сказал, вот эту бери. Нет, зачем? Я говорю, вот... Не надо, не надо, не говори, не обманывай, не надо. Тогда-то иная была разговора. Тогда-то, да, вот ты сказал, вот эту я бери, он поставляю себе, а милашку забирай. Вот эти, вот эти две, они рядом стояли. Теперь-то в помятную, да, на суде, да, да, да. Они, они стояли рядышком, и я говорю, вот, пожалуйста, эту или эту. Какие свидетели? У меня есть свидетель, которого я пригласила, он вообще мне все мстит. У нас когда-то с ним, в свое время мы с ним встречались в молодости, это он мне решил отомстить, пришел сюда. Что значит встречались? Ну-ка объясните. Да два раза в пряталки играли, там на сеновале, и вот у нас с ним была даже... Кто от кого прятался, отвечик? Там по очереди прятались. Пряталки, ладно, пряталки. Истец от вас пряталась? Ну, там, знаете, ночью... А вы догоняли? Да, ну вот такая ситуация, в общем-то. Так, свидетели, пригласите, пожалуйста, из сца в зал. Да, и вот он мне мстит за то, что я за него замуж не шла. Ну какой, я не мстительный. Да кому ты нужен? Ты всю жизнь один живешь, никому нет, и победит. Свидетели сца, пройдите. Таких курочек я бы, конечно, не взял на свой двор. Зачем мне? Вот так будет, зачем тебе? Вот, пожалуйста, мой свидетель. Добрый день. Привет. Представьтесь. Я Анисимов Сергей Борисович. Ну что я скажу, когда у меня жена померла, у меня стало много времени... Он тоже вборил жену свою, вот, учтите. Мне много стало времени, я стал встречаться с Олегом, стали на рыбу, рыбу ловить там, выпивали по вечерам. Ну как-то так вот получилось, мы там пили-пили, а он растрогался, и в растрогах чувств стал мне признаваться, что вот я любил эту женщину Варвару, это самое... Договоры подкрался незаметно. Что она мне изменила, с тех пор я не женился, и никогда я не женился, всю жизнь я люблю. Разговор был о Варваре Григорьевне? Да, 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 да. Ну конечно, вы же с ним встречались. Да, и говорит, ну я, говорит, и я отомщу, отомщу за измену, за все, и отомщу. Но конкретно он мне ничего не сказал, как он будет отомстить, и я ничего толку не знаю. Вот отомстил, подсунул мне больную корову, я ему поверила. Скажите, пожалуйста, Сергей Борисович, а вам что-нибудь известно о договоре мены между истцом и ответчиком? Ну что, она говорит, Варвара говорит, мне корову подсунул, он плохую. Как понять, плохую подсунул? Ну в смысле, молока не дает. А он говорит, что у меня был мотоцикл разломный, дали, и я его сколько денег истратил. Говорит, хорошо, что я еще механик, он механиком работает, и все, собрал, сделал все-таки мотоцикл. Эх, Серега, оклялся, он ко мне в любви. Скажите, пожалуйста, а вот эта корова-то, откуда она взялась? Пятки меня целовал. Да вот, ну корову уйду. Олег ей дал корову. Скажите, пожалуйста, а корова, которая была обменена на мотоцикл, она была хорошей коровой-то? Ну как он сказал, он уже говорил, что хорошая, он так сказал-то. А на самом деле получилось наоборот. Что значит наоборот? Я не знаю, что конкретно он имел в виду, когда он сказал, я ей отомщу, я не знаю, что корова хотела отомстить. Откуда я знаю, как он хотел ей отомстить-то? Я конкретно не знаю. А потом выяснилось, что он ей отомстил, что подсунул плохую корову. Да нет, отомстить на тень ее наступить, вот и все. То есть вы настаиваете на том, что ответчик, специально подготовившись к акту мщения, вручил ИСУ плохую корову в обмен на хороший мотоцикл? Ну я не знаю, к Марушке хороший был мотоцикл, нет, я тоже не знаю, Женя. Кошмар. Это он сказал, что он был плохой мотоцикл. Ответчик. Да. Скажите, а вторая корова работает хорошо, молоко дает? Ну до сих пор очередь за молоком. К вам? Да. Приходит, ради бога, я у меня список прям, я говорю, отмечаю. На всех не хватит сразу, по очереди приходите. И приходят дачники там, ну и прочие, у кого нету своей живности. Правильно, резать-то не охота была корову больную, вот он ей сунул. Вы не хотите решить ваш спор мировым соглашением? А он ничего не получается, я сколько ему предлагала, то он на меня вообще как на глупую женщину смотрит. Ты что, говорит, иди ты за свои мотоциклы? Правильно, на глупую, правильно. Пожалел, пожалел, потому что я бы мог коровкушку продать и новый мотоцикл купить. Чего ты продашь-то? Конечно, ответчик. Что ты какую-то корову продашь? Отвечет. Отвечет. Какая-то козла молока от нее. Вы не хотите вернуть свою корову и отдать мотоцикл назад? Нет, конечно, я его привел в порядок. Суд удаляется для принятия решения. Он не допустит беспорядка в суде. Веди себя в суде культурно и не обманывай народ. Не то мой дар литературный между ног твоих клинком войдет. Сволочь! Судья Николай Бурделов. Это уже называется хулиганство. Судья Николай Бурделов – самый строгий судья. Вы штрафованы на 2000 рублей за нарушение порядка в судебном заседании. Смотрите программу «Судебные страсти» с Николаем Бурделовым. Объявляется решение суда. Суд установил, что стороны на самом деле заключили между собой договор мены мотоцикла на дойную корову. После осуществления сделки истец выяснил, что корова не дает молоко в связи с заболеванием. Если бы истец знал, что корова не дает молока, то и сделки бы не было. То есть нет заблуждения – нет сделки. Таким образом, признавая данное заблуждение существенным относительно таких качеств предмета сделки, которые значительно снижают возможности его использования по назначению, кормить надо, а получать молоко невозможно, суд приходит к выводу об обоснованности исковых требований истца. Учитывая затраты обеих сторон, понесенные ими после сделки, суд постановил обязать ответчика принять корову от истца и выплатить истцу реальную стоимость мотоцикла за вычетом 2500 рублей, которые ответчик потратил на ремонт мотоцикла. Вам решение суда ясно, истец? Ответчик, понятно решение суда? Понятно. Слушание, дело окончено. Решение суда. Иск удовлетворить. Далее в программе. Что мне, другое покупать? У меня нет больше денег. Это очень дорогая собака. Вы замолчите в конце концов или нет? Заботясь о сексуальной жизни своего кобеля, Лариса Жмаева приобрела специальную игрушку у ветеринара-изобретателя. Он предупреждал, что опытный образец имеет недоработки, но не предполагал, что эксперимент приведет к трагедии. Истец Лариса Жмаева требует возместить материальный ущерб за вызов ветеринара, покупку секс-игрушки для собаки и компенсировать моральный вред. Ответчик Сергей Михальчук с иском не согласен. Он предупреждал истца, что игрушка – пробный экземпляр. Слушание дела объявляю открытым. Слушаю вас. Я предъявляю иск к этому человеку. Вы сначала представьтесь. Меня зовут Жмаева Лариса Петровна. Я вдова одинокая. Вот этот человек, горе-рационализатор, он изуродовал мою собаку. Моя собака на всю жизнь осталась импотентом. Сама виновата. Ничего я не виновата. Я к вам обратилась за помощью. Я одинокая женщина. Вы что, Лариса Петровна? Одну минуточку. Вы являетесь заводчиком собак? Нет, ну что вы. Я одинокая женщина-вдова. А что, одинокая женщина-вдова не может быть заводчиком, что ли? Может. Вам нужна здоровая собака, не импотент. Зачем? Чтобы производить... У меня была здоровая собака. У меня была очень здоровая собака. Чтобы потомство было от собаки. И продавать их, что ли? Ну, в общем, я завела сначала... В этих целях. Я завела сначала собачку себе, чтобы мне не было скучно. Но так как собака была очень дорогая, на нее потратилась, она была очень кородистая. И востребованная собачка. Лариса Петровна, вы слышите, что я вас спрашиваю, а? Да, я слушаю вас. Ну, не зацикливайтесь вы на том, что вы хотите рассказать. Ведь в суду важно то, что произошло, а вы рассказываете историю своей жизни. Одинокая вдова с игрушкой пришли. Нет, нет, нет. Я хочу вам рассказать историю жизни своей собаки, которую я купила себе. История жизни собаки к делу отношения не имеет. Ну, как же, она имеет прямое. Он же изуродовал мою собаку. Лариса Петровна. Он ее просто... ...здел калека импотентом на всю жизнь. Вот и расскажи. Не будет других собак, на которых хотела зарабатывать деньги. Да, я честно вам признаюсь, что была у меня такая мысль. У меня были такие радужные планы. И этот человек, он всю жизнь меня загубил. Он испортил мне все, в конце концов. Горе-рационализатор. Он повещал, что моя собака... Сама умоляла, просила, чтобы я помог. А, теперь... Прежде чем начать с другими собаками, то, что она немножко была у меня инфантильная. И я хотела обучить ее, но так я одинокая вдова, я одинокая женщина. Я же не могла ей подсказать, как это делать. И в результате я обратилась. Знакомые собачники во дворе посоветовали, что он хороший специалист, что он умеет что-то делать такое... Специалист в чем? В жизни хорошей, в собачьей жизни. В зоологии она... Не слушайте вашу честь, она выдумывает. Ну, в зоологии они разбираются, но у меня была живая, хорошая, породистая собачка. Очень дорогая. И от нее можно было получить потомство. А теперь у меня собака инвалид. У нее ничего не работает. Лариса Петровна, давайте мы так начнем. Вы скажите, пожалуйста, что вы хотите от ответчика? Предмет иска. У меня к нему большие претензии. Материальные и моральные. Я купила плюшевую собачку по его... Лариса Петровна. Чтобы моя собачка занималась любовью. Вот посмотрите, что он делал. Вы меня слышите или нет? В конце концов, поставьте игрушку на место. Игрушку на место поставьте. Это плюшевая собачка, друг моей собаки. Итак, Лариса Петровна, что вы хотите от ответчика? Скажите мне. Возмещение ущерба. Я купила плюшевую собачку, 570 рублей. Так, 570 рублей за игрушку. По его просьбе, что он ее модернизирует, и эта собачка будет заниматься сексом с моей породистой собакой. Вы требуете возмещения 570 рублей только и все? Не только, нет. У меня от ветеринарная справка. Когда моя собачка с любовью занималась сексом с этой собакой, то ее замкнуло, заклинило что-то там, что он там наворохал. Надо было инструкции моей точно выполнять. Мою собаку током трахнуло. Вы представляете? Током трахнуло. Если бы вас током трахнуло, что бы сработало после этого? Моя собака теперь инвалид, калека. Что мне другое покупать? У меня нет больше денег. Это очень дорогая собака. Вы замолчите в конце концов или нет? У меня квитанция от ветеринарной, что собака была здоровая. Свидится происхождение моей дорогой собаки. Вот мне это все нужно оплатить. У меня нет больше денег на жизнь. Давайте все сюда, суду. Все, давайте, суду. И собаку тоже. Да и собаку тоже. Тут у нее немножко, ну это, знаете сами что. Ой. А, я ему хакинула. Да, давайте. Ой, я так расстроилась. Вы знаете что? Балабулка. Он вообще ничего не умеет. Он что-то такое сделал, что там затруло. У меня вон сколько патентов на изобретение в области... Я буду оштрафовать. У вас они патенты. Вестец, вы оштрафованы на 2000 рублей за нарушение порядка в судебном заседании. У меня нет денег. Я все потратила на собаку. И на лечение собаки. Лариса Петровна, поверьте мне, что суд сумеет взыскать с вас деньги за нарушение порядка. Заниматься этим будут судебные приставы. Ой, ну я же вас слушаю. Еще бы ты суд не слушал. Помимо 570 рублей, что вы требуете от ответчика еще? Значит, у меня квитанция обследования ветеринара, когда замкнула током, заклинила, собачка моя визжала, скулила, я срочно вызвала ветеринара, срочный вызов. У меня там приложена квитанция. Это 800 рублей. И я прошу еще тысячу, нет, 2000 рублей за моральный ущерб. Что он нанес моему здоровью и здоровью собачьему моему тоже. Ответчик, вы признаете исковые требования? Михальчук Сергей Данилович, изобретатель. Горе-изобретатель. И целый город мне благодарен. Потому что я забочусь о животных, чтобы им было легче жить. Сергей Данилович, вы признаете иск или нет? Нет, я иск не признаю. По каким основаниям? Значит, во-первых, Ваша честь, я предупреждал, что это опытный образец. Он еще не прошел достаточную апробацию. Вы о чем сейчас говорите? Я о секс-игрушке для ее собачки. Секс-игрушка это вот этот вот плюшевый... Да, да, да. ...медвежонок? Да, чтобы обеспечить нормальную жизнь ее Бобику. Вот. И она сама меня страшно уговаривала. И я ей предупреждал, что... Говорил, что нужно четко выполнять мои инструкции по использованию этой секс-игрушки. Поэтому вот я считаю, что это наоборот. Я даже еще на материалы потратился, когда составлял и изготавливал эту игрушку. Неправда, вы меня обманули. Вы сказали, что это поможет этот агрегат. Там сложная радиосхема внутри и драгоценные там... Сергей Данилович, зачем вы такие игрушки изготавливаете для животных? Ваша честь, дело в том, что кобели обычно доставляют массу неприятностей своим хозяевам. Я думал, радость собаке доставляют. Ну, собаке радость доставляют. Но они иногда бывают чересчур сексуально активны. И поэтому мое изобретение, как раз вот эта секс-кукла, она должна помогать хозяеву. То есть здесь забота не только о здоровье младших. А хозяева-то здесь при чем? А чтобы хозяева были спокойны из-за того, что хорошо живется их собачкам. Спокойнее живется собачкам и спокойнее живется хозяевам, да? Так точно, Ваша честь. Понятно. Сергей Данилович, у вас есть дипломы, которые или документы какие-либо подтверждают право ваше занятие ветеринарией? Конечно, Ваша честь. Дело в том, что я в недавнем прошлом сам имею ветеринарное образование и работал ветеринаром до того, как стал изготавливать вот эти нужные всему животному миру игрушки. Это серьезная вещь, между прочим. И в последующем планирую, что еще секс-шоп для животных открою. Потому что эти бедолаги, простите Ваша честь... Спасибо, это суду неважно. Ответчик, передайте, пожалуйста, документы через пристава. Ему вообще надо запретить с животными общаться. Горе-патентовед. Я же не знала, что собаку стирать нельзя. Он мне об этом в инструкции не написал. А я и постирала, она была еще мазая, грязная. Я много раз вам предупреждал. Так, ответчик, помимо всего прочего, вы еще хотите, чтобы мы допросили Вашего свидетеля? Да. Будьте любезны, Ваша честь. Что должен свидетель нам рассказать? Свидетель расскажет, как я ему тоже очень здорово, хорошо помог в его беде. То есть... Так же, как и СУ. Они мошенники, они сговорились, они оба афилисты. Ничего подобного. Не слушайте Вашу честь, она все выдумывает. Ну, на самом деле, я считаю, что заслушивать свидетелей нет никаких оснований. Но, к сожалению, я не имею права Вам отказать. По закону, если свидетель явился в суд, я обязан его допросить. Пригласите свидетеля-ответчика. Еще и свидетель. Свидетель-ответчика. Это Ваш человек, подученный. О, пожалуйста. Он тоже животным пришел. Но это же не собака, это что-то другое. Мутант какой-то. Что хотите сказать? Ваша честь, я живу за городом на даче. Сначала скажите фамилию свою. А они где живете? Сергей Владиславович. Ну и что, Сергей Владиславович? Ну и вот, и по просьбе своего сына я завел кролика и крольчиху. Ну а так как они часто размножаются, мы уже с женой не знали, куда их девать. У нас уже кролики везде. Куда девать? Суп. Точно. Варить. Понятно. Это же кролики. Мне вот посоветовали, что вот это Сергей. Данилович. Данилович. Изобретатель. И он делает секс-игрушки для животных. И вот я по моему заказу, он вот сделал вот эту вот, вот эту секс-игрушку. Мутанты. И знаете, это просто помогло. То есть вы что, довольны этим изобретением, да? Ну просто сейчас... Кролики перестали размножаться? Ну не в таком количестве, конечно. Суд удаляется для принятия решения. Меня обвинили в том, что я не совершал. Судья Николай Бурделов рассматривает любые дела. Моя собака толком трахнула! Вы представляете, как моя собака теперь инвалид, калека. Самые скандальные дела. Мужики кричали, ебанная мать. Так это же мы. Бросили! В программе «Судебные страсти» с Николаем Бурделовым. Смотрите в следующей программе. Я вам задаю вопрос, что вы хотите отсюда? Я не могу вам обеспечить выполнение вашей просьбы. И никто не может. Что значит не дает вам жить? Подруга увела мужа. Брошенная женщина уверена, что соперница приворожила его. В попытке обратить на себя внимание любимого мужчины, несчастная полгода писала ему сообщение на стене подъезда разлучницы. Мало того, что я потерял работу, девушку. У меня дома, не знаю, какой-то галтелый зоопарк из непонятного вида зверей. Мне еще грозит суд и, возможно, выселение. Илья Парамонов требует вернуть деньги за плохой дизайн квартиры по системе фэн-шуй. Ему обещали перемены. Карьерный рост, удачу в любви. Но ни денег, ни женщины в его жизни так и нет. А только жабы и рыбы. Ничего не помогло. То есть не удалось. То есть бараны не поддаются дрессировке. Они тупые. Расул Расулов требует вернуть ему баранов, которых он дал в качестве приданного на свадьбу дочери. Марат Гасанов готов выполнить закон гор. Но бараны и в Подмосковье бараны, они возвращаются в отбор к хозяину. Объявляется решение суда. Закон ставит защиту гражданских прав в зависимости от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно. По мнению суда, ни умысла на нанесение вреда, никаких либо других мотивов у ответчика не имеется. Но и разумности в ваших действиях, в действиях обеих сторон, также не имеется, по мнению суда. Суд очень сожалеет, что не имеет возможности и не имеет правовых оснований для применения к вам из тех каких-либо санкций. Действительно, каждый, в соответствии с Конституцией, имеет право на судебную защиту своих интересов. Но нельзя воспользоваться этим правом во вред другим, в том числе во вред налогоплательщику, который не для этих целей содержит весьма дорогостоящий судебный аппарат. Подумайте над этим. А в иске я вам отказываю. Слушание дело окончено. Решение суда. В иске отказать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова